всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семян и чемоданных с вами я славян я вас приглашаю в новый выпуск но перед этим нужно сходить обновить голову погнали вот так то лучше вроде нормально подстрелим по пути домой я решил заскочить в сдэк потому что из москвы мне приехал оригинальный патрубок на турбину сейчас получу вот такая вот большая коробка сейчас вместе распакуем посмотрим всего-то вот он красавчик вот все оригинал красота он бы ушный почему я взял бы уж не рассказывал повторюсь вот такой вот оригинальный патрубок стоит сейчас 30 тысяч рублей просто патрубок на турбину я ставил уже неоригинально он проездил буквально полтора месяца и лопнул пока я ждал этот оригинальный патрубок я его нашел в москве единственный по всей россии он был вот обошелся мне в 5000 рублей пока его ждал чтобы остаться на колесах я себя на колхозе из синих патрубков и в принципе неплохо пока я не знаю буду ли я его ставить либо просто кину в машину пусть лежит на всякий случай он без пробега по рф это с европы и состояние у него действительно классная кстати меня сейчас девчонки часто спрашивают в instagram и на прямых эфирах на youtube где мы сейчас покупаем одежду деткам да а так как у нас ушли с рынка любимые иностранные мои магазины где заказывала постоянно ребятишкам шортики маечки там всякие штанишки получается что заказывать стало негде последний раз мы покупали одежду и детям в турции мы шопились таких магазинов у нас здесь нет и я нашла наконец нашла хороший бренд российский который производится нас здесь с классными вещами сейчас мне позвонил курьер как раз привез посылку с дэком не отправили я хочу вам показать рассказать что это за бренд и что мы заказали сделаем распаковочку с вами вместе ну вот и приехала наша посылочка привез нам курьер с дэком и встретились идем сейчас домой будем распаковывать мальчишек радовать просто получается какой-то сегодня прям утро посылок пока ехал домой вспомнил что нам наша зрительница постоянно подписчица отправила посылку какую-то вот это ее тоже получать я посылку получил вот она пришла она нам с курской области город железоборск вот от людмилы я короче не знаю что там интересно но вскрывать сейчас мы ее не будем будем открывать на прямом эфире который будет либо в пятницу либо в субботу посмотрим еще ну с вами это первый раз просто так отправляют посылку конечно забавно ну и заранее пока чуть не вскрывали конечно спасибо за такое за такой интересный опыт у нас не пришло сначала не рожеку не рожек смотри что ух ты зайка смотри это такая красота будет учить таблицу менделеева такая витамин называется витамин а ты будешь раз витаминка видишь ты любишь такие цвета а самое классное что к этим костюмчиком я заказала шапочки ух ты такой будешь модный смотри вот а то у тебя шапки о какой модник красава мне не 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 родик вообще хорошо мирончику это у нас такая красота короче потом мы оденем и вам покажет ну в общем ребят пушки качество вообще потрясающе вот такой будет у нас костюмчик у мирошек и вот такой мирошек ты куда не уходи там пока ладно так теперь давайте вам вам мамочка заказала такие шовчики аккуратненькие все обработано очень-очень качественно ткань такая хорошая прям дышащая на лето вообще очень-очень хорошая ткань я прям обожаю когда такие этикетки делают все прошито все очень качественно ну-ка давай вот это очень хорошо выглядит еще хотела сказать что цены в этом магазине очень демократичные вау вот это вот это родион себе выбрала а я тебе хочу еноткинуть а тебе вот вот еще такая есть енотки как цветница смотри еще красненькая есть хочешь красненькую красненькую так понятно пацаны тут уже разрывают эти футболки классная ткань сави кстати любит вообще вот такую ткань очень всегда на шортиках сейчас лето на дворе у нас будем красивые нарядные доходить мирош тебе нравится но мирошка то вообще будет сам так он все он сел возле своей одежды и сидит так ну а теперь смотрите какая красота ну что мальчишки нравится вам обновь очень очень мамочки тоже очень понравился это классный российский бренд который называется lucky child и для наших подписчиков ребята самое главное что хотела вам сказать вот ссылки ниже под роликом в описании перейдите сделайте заказ в этом магазине от полутора тысяч и по промокоду чемодан вы получите скидку 750 рублей представляете 750 цены у них очень хорошие а после обеда мы все дружно приехали погулять в андреевский парк а находится он на въезде или выезде смотря куда вы едете геленджика вот с таким прекрасным видом на горы вот его начало здесь такая огромнейшая стела написано геленджик город курорт там у нас купола сейчас пойдем углубляться туда вглубь всего этого парка сквера и будем с вами все смотреть мы здесь гуляем первый раз сколько раз мы здесь проезжали мимо ни разу не замечали а вот сегодня решили обязательно нужно выбраться и посмотреть это место здесь сразу же находится сквер восьмидесятилетие краснодарского края так вот и сразу здесь такие висят картины самом деле это не главный вход в этот сквер сейчас я покажу вам главный вход пока давайте посмотрим картины казаки так единственно что я не вижу здесь не написаны кто художники этих замечательных красивых картин так а здесь у нас переселение черноморцев из приднестровья на правобережнюю кубань 1792 год по 1793 вот так вот схема такая хронология значимых даты событий в истории кубанского казачества все картины получаются ходят и так вот по кругу а здесь стоят собственно казаки смотрите как сделано прикольно с хлебом солью встречают кусать конечно не надо это не настоящий и они как раз сейчас мамочка сфотографирует и они как раз стоят на главном входе здесь есть вот такая вот арка слава кубани 1937 год 2017 на столбах а вот с этой стороны если мы посмотрим все этот видите с мирончиком еще опа вот смотрите вот такие вот воротные арки и как раз если написано сквер 80-летие краснодарского края и сразу собор хоть мы здесь и в первый раз но я уверен что здесь очень красиво и смотрите вон там вот сразу бухта видна море с был двигаться дальше насенька видно насенька фотографирует славян зоне славян на кубани вот так вот ну чё пойдемте уже гулять по скверу до подруга а с этой стороны уже не картины это уже современные фотографии современных казаков до кубанских земель 255 лет ничего себе так и с этой стороны а вот здесь уже непосредственно фотографии старые по традиции геленджика огромное количество сосен здесь еще эти стоят каких-то и по моему называется дерево не силен я в названии по прям по центру эти цветочки и елочка сразу это собор а вот это вот это церковь здесь прям рядом темка спросил будем либо заходить не знаю сейчас посмотрим возможно зайдем если он функционирует а он скорее всего не функционирует не работает сегодня здесь на территории этого сквера парка есть пруд виды конечно с него вообще классный камера вряд ли передаст но здесь вот он все вдалеке это все море и бухта так церковная лавочка там тоже есть еще женщина стоит сейчас я тоже поцелуем нет ее целовать не будем я уже поцеловал раскололась о серьезный из дерева реально из дерева прикиньте с дерева я не специально сломал колосс не ковыряйте пацаны не надо я ради он это жизнь только это почему и не подкрасили вопрос я забыл вам сказать что собор называется андреевский а церковь называется александрийская церковь вот отсюда открывается красивый вид уже как можно больше видно бухту виден уже непосредственно толстый мыс и центральная часть города там где-то впереди пруд сейчас дойдем я знаю что там вроде как эти есть уточки плавают черепашки плавают но посмотрим ой только бы не упали с 3 как бегут да пацаны и вот мы спускаемся и перед нами вот такая вот арка андреевский парк называется сквер в 80-летие со дня образования краснодарского края 225-летие начала освоения казаками кубанских земель открыт 13 сентября 2017 года вот так вот ухты да спасибо что сказал видали иду иду я тут просто вот так вот вот так вот лестнице да посмотрите как здесь красиво что там есть кофе собой можно купить перекусить такая большая площадь и уходят такие лесенки вот как раз вот сюда собору классный самый что здоровская то что мы приехали и людей сейчас здесь очень мало прям вообще можно сказать что их нету поэтому можно понаслаждаться этим местом здесь течет река кто-то вешает замочки видимо сюда приезжают отмечать свадьбы чё там на всем в конце двадцатого века или как они не 20 19 века французская русская компания для частью вода водовода которые строили для цементного завода время строительства андреевского парка лично сходу он был обнаружен и реконструирован вот так вот ну и конечно здесь вот такая вот большущая детская площадка где детки могут погулять и наши конечно сразу же туда побежали будут какое-то наверное время сейчас там вот видите в принципе для разных потрос возрастов а для родителей есть лавочки и беседка дальше памятник кому-то сейчас пойдем посмотрим вот он памятник смотрит на бухту посмотрите все цветет какие здесь разноцветные листики цветочки так и что за памятник святой апостол андрей первозванный давайте подойду вот так вот на паузу поставьте и почитайте его такую небольшую биографию здесь также есть понтан который сегодня к сожалению не работает возможно когда вы здесь будете выглядеть он будет работать даже не представляю как как его включают как какие из него точнее струи исходят и как он вообще выглядит но думаю что однозначно красиво потому что сквер сам по себе действительно классный много зелени всякие разные деревья кстати кто любит изучать деревья тут уже возле каждого дерева есть такая табличка спирея серая вообще-то зеленая вот мы спустились на эту площадь здесь вот тропинку уходит непосредственно на пруд вот этот будет может сейчас куда пойдем это на кофейне поближе не здесь посмотреть какие красивые ступеньки дальше выше его там ребятки стоят там смотровая до подниматься придется долго я думаю что тот вид точно стоит возможно как-то можно по-другому туда зайти на территорию где-то отсюда сбоку потому что с коляской как бы не совсем вау от соборов не спустились и снова арка андреевский парк и висит такая табличка транснефть парк построен при финансовой поддержке пау транснефть в рамках года экологии объявленного президентом россии путина в 2017 году вот так вот и сразу заходим сюда на территорию вот он пруд собственно про который я и говорил вроде здесь должны плавать уточки и черепашки но пока я никого не вижу так по газонам не ходить табличка так пока только кошку я увидел вон она черепаха 1 лежит вот голову вытащила здоровая такая а он маленький плавает есть даже беседочка вот которые можно посидеть но черепах много кстати вон не и сейчас попробуем куда-нибудь подойти так где-нибудь может быть вот с этой стороны вон их сколько гляньте каких много здоровые он смотрит на меня поменьше маленькая вот еще вон они там прыгают ничего себе вот-вот-вот-вот-вот вон вообще громаднейший ты позвал все любуется родик родик не надо туда а то нырнешь вышки миленькие донателла да он значит у них бомжи пруд какой-то грязный грязный желтый такой не знаю смотрите нашел табличку магнолия растет вот видимо через сколько-то лет она будет таким большим деревом и будет скорее всего цвести как в сочи будет очень красиво вспоминайте есть кто собирается это через несколько лет черепах много прям пруд черепашей так тут он птички еще летает вон и большие и маленькие каких только нету иди подплывай знакомиться обувь чекай красота прям смотрите прям ко мне подходит они как ручные сотрите идут загладиться даже ничего себе поисей дать травы немножко я ни разу в жизни не копить не кормил черепаху прикиньте обалдеть насенька в общем гугли чем можно кормить черепах пацаны конечно вообще кайфуют их просто здесь огромное количество как голуби слетелись причем они откуда-то начали запрыгивать от рук и все начали сюда подплывать мы им даем траву не и хватает и выплевывает им не нравится это чем-то оставь она сама это вытащит свое лицо вам батя плывет не бать короче сам большую черепаху вот эту назвали батей очень классно папа ли он вернулся держи опа сейчас мы попробуем ее вот так вот заснять ну-ка держи держи черепаха обалдеть вот это здорово и и конечно здорово он еще узористы кто сюда приедет знаете здесь есть такая вот большая 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 бесплатная парковка вот эту дорогу уходит на тонкий мыс там же есть классная смотровая площадка на всю бухту на весь город мы тоже показывали выпуски такая бесконечная парковка и здесь вот подъем очередной в собор мега красивый конечно вообще мы решили в собор не заходить так как одеты мы не совсем правильно я вам в шортах дети в шортах ну и насенька вообще там вот джинсы поэтому другой раз мы сейчас хотим доехать еще до одного места не хочу показать здесь реконструкцию видите уже открыли другую ползу раньше вот там вот слева все толкались была такая сильная пробка сейчас вроде все таки более-менее уже разруливается да есть сужение но тем не менее видел там вот типа мост будет уже когда это смайли я думаю что осталось совсем немного и будет очень хорошо на следующее место куда мы приехали это парк алимб и соответственно команд канатная дорога но на канатки мы подниматься не будем потому что нас мирончик нас не пустят но на всякий случай мы за это узнаем вообще просто здесь хотим погулять детей снова к животным родиончик хочет уточек сразу сходу единственное что здесь неудобно это здесь нет каких вот таких подъемов кто приезжает с детьми естественно коляску нужно тащить по хрен пойми по скольким по ступенькам ну собственно сейчас и займемся физуха настенка у меня сейчас будет физуха жесть да ладно пойдем давайте поснимаем ну ладно работает аккуратно ой-ой-ой отдохни на следующем кошмар не предназначено ничего для колясок я уже даже так устала подниматься а славик молодец я что-то не пойму он сегодня в туалет не ходил что ли? вообще капец я говорю как ты так поднимаешься? жесть да? ага вот он парк я его уже показывал но это было очень темно я делал утром на рассвете а здесь как я нахожусь? хух восхождение вот это вот надписи посмотрите выпуск вот она касса вообще весь парк он вот нижняя площадка парка фух так сейчас я отдушусь подождите так смотрите вот такая схемка значит снизу есть центральный вход боулинг касса канатка мороженое туалет банный дом озеро памятник знак времен кавказского джунглей выставка рыбок администрация дегустация вин бестро сувениры кафе троллей тропа концертный зал экзотариум и экскурсии вот и соответственно наверху тоже много чего есть наверх мы с вами сами тут сходим и все посмотрим вот кафе вот беседочка можно с таким красивым видом распродажа всяких сувениров и здесь вот сверху я уже с коляской точно не пойду вот тут вот есть такой большой концертный зал так что у нас здесь из программ я вижу только любое вот видите какой он огромный под открытым небом вот еще кафешечка но не знаю там вообще никого нету и океанариум даже есть всего там все женщина вот здесь вот сказали что она заказывается на канатную дорогу пустят и при посадке дают специальную кенгурюшку куда ты сядешь и ребенка до 5 лет и все и поехал вот ну да вот она такая канатка по две задницы и все и поехал сверху все закрываешь ну такая достаточно достаточно нету мы катались на открытых же в красной поляне на всех почти катались да на всех на всех курортах на всех открытых водопадом мама когда мы сможем на канатке не знаю темочка попозже съездим вот еще одно заведение видите ресторанчик обидно мама обидно мама и дальше пошла дорога опять к верху вообще на самом деле канатка вообще пустая вот буквально вот с вершины возвращаются только раз и два и три вот там вдалеке я вижу больше никого надо просто по очереди кататься радюлечка вообще вот пришел к уточкам вон он их уже спалил вон в кустах видит и вот только не шугайте ребята аккуратненько вот они у нас сегодня бесплатный зоопарк да зоопарк ага вот смотрите сколько у них радости ой радюшка как любит все это дело но ты сядь к ним просто и погладь аккуратненько вот смотри только чтобы не клюнуло тебе да бери себе домой клетку поставим будет жить у нас тебе же питомц нам хотел бы но это не домашний питомц да аааа я щеголос ты так клюешь ну она же мурнула бедная бедное создание ах 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 ты красавец а вот этот пруд он не искусственный но он настоящий вот там вот впадает река горная которая идет вот там с ущелья вот и собственно оно настоящее единственное что это озеро оно пересыхает и еще вот это вот это баня и вот я единственно не знаю можно ли здесь купаться в пруду например в бане попарился потом хлопс в этот пруд ну вообще да вон еще черепаха вот черепахи здесь да есть вон видите черепашка плавает а здесь вот сидит такая никто ее не спалил а я увидел все лежи лежать я не беспокою здесь вот есть такая беседочка мостик и вот отсюда начинается тропа если хотите сделать восхождение также к надписи Геленджик а вообще если вы приезжаете в Геленджик в Майну по крайней мере пока мы здесь вы можете мне написать в социальные сети я сделаю авторский тур по тем местам которые вы захотите плюс меня будет машина Volkswagen наш Multivan 6 мест для вас также сделаю вам классные фотографии сделаю вам памятное видео так что пишите мне в социальные сети ооо и как раз Мирончик у нас проснулся привет сынулька иди сюда привет мой хороший так пацаны куда-то мальчишки убежали парни идите сюда а мы идем да? ну лежи пока шапочку достану давай доставай вот эта вот красивая прекрасная дорога уходит как раз вот в этот летний театр под открытым небом ух ты смотри какие здесь виды открываются на бухту и ничего себе как здорово классно соответственно там схемка висит которую я уже показывал а вот здесь вот видимо ну да здесь вход но как говорится билетов нету все закрыто а вот эта вот лестница вот так она ведет вот на высоту и здесь вот видите такая канатная дорога пошла это zipline правда она такая коротенькая что даже не знаю как говорится стоит ли оно того так а здесь вот мы как раз прошли здесь находится зоопарк зов джунглей мы конечно не любители вот этих вот всех клеток зоопарков вот поэтому рекомендовать конечно это дело мы не можем и не будем как говорится на ваше усмотрение вон там вход здесь еще и всякие детские развлечения типа детский лабиринт когда-то откроется здесь вот кафешечка кафе кафе карелла называется у меня был попугай который 9 лет прожил с нами как раз карелла вот видите какой детский лабиринт не знаю работает он не работает мальчишки сюда забежали так отдаем значит мирона настенке и я пошел с пацанами как говорится изнутри сейчас посмотрим этот лабиринт написано что нельзя оставлять детей без присмотра поэтому опа опа я вот так вот вместе здесь мета где вы пацаны не знаю на самом деле на кассе никого не стоит видимо он бесплатный вот так вот сделан из дерева радюша надо быть аккуратным и не падать такие здесь мощные мощнейшие канаты вот так вот пробираемся пробираемся вообще так прикольно смотрите просто просто из обычных палок сделан даже частично не обработанных вот так вот навязали слепили я его слепила из того что было и получилось достаточно интересно походу мальчишки у нас уже набалделись в этом парке и вот здесь два сша сша это оно это орыл не это не это они это эти падальщики как их này забыла белоговой сИ вот белговой си Прикиньте ахххххххххх вот здоровых дэвün чё ты мол consiste что мол ну Ух! Смотри как она реагирует сразу на крик такой. Смотри птичка там. Вон птичка большая. Птичка. Дядя, дядя. Какая большущая. А ты сегодня маленькую видел, вот смотри какая здоровенная. Папа это вообще крокодилка? Смотришь на этих птиц? Вот они должны жить где-то в неволе. А у них здесь настолько маленькая клетка, что они максимум что могут это расправить только свои крылья. Тут о ни о каком полете даже речи идти не может, здесь сколько, ну метров, наверное, 10, и он весь вот такой вот сжатый, этот вольер. Ну, кто будет, придете, посмотрите, и, собственно, в зоопарке там, ну, там, вот, такая же история. А дальше мы решили пройтись в дольмены, здесь они есть, но они искусственно сделаны, и вот поэтому хочу вам показать, как выглядят искусственные дольмены, чтобы вы понимали. И вот он первый, видите, то есть здесь вообще такая наваренная конструкция из арматуры, и облеплена просто цементом. То есть это не камни, вон, пустота внутри. Так, двигаемся дальше, вот по такому, посмотрите, какой лес здесь начинается. Второй дольмены пополна стоящий? Нет, это все, Артемка, искусственные дольмены. Так, видишь, как, еще просто норка для Тома Джерри. Пау, давай зайдем. Зачем, Тём? А вот третий дольмен. Ну да, видно, конечно, что это вообще искусственно. Вот так воняет, еще он там, чтобы втуки валять. Так, тропа, идем, идем, сынок. Так, еще уходит тропа дальше. Вот, Артемка, последний дольмен. Вот, смотри, сейчас будет четвертый. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну, в целом, это в любом случае прикольно, интересно. Вот, детвори, а так вообще. Во. А вот это прям такой огромный, видите, прям его пристроили. Во. Чисто так. Хорошо хоть бесплатные сделали. А то могли бы вообще сделать даже платные. Фух. Так, и что у нас тут? А тут у нас просто какая-то еще лесенка. А теперь по ценам. Значит, смотрите, канатная дорога сейчас стоит 1200 взрослый. 600 рублей детский. Взрослый считается уже от 12 лет. А детский от 5 лет до 5 бесплатно. И для нас, на самом деле, вот смотрите, нам как многодетным, если мы показываем это удостоверение, то нам скидка будет аж 50%. Я 400, и пацаны еще 1200, 3 шеста, если мы 50% скидка... Ну, им по 300, грубо говоря, вроде кое-что бесплатно. Почему? До 5 лет? Ну, 5 лет подключительно. Думаешь? Да, я уверен. Вот. И в стоимость билета входит, значит, канатная дорога туда-обратно, колесо обозрения, которое находится прямо там наверху, и еще бесплатно контактный зоопарк. Ну, на самом деле, неплохо. Еще и со скидкой 50%. Это вообще класс. Наше сегодняшнее путешествие по Геленджику подошло к концу. Будем с вами прощаться, поедем домой. Выставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, поддержите данный видеоролик репостом. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!